7 причин, по которым, Рик и Морти, стал культовым мульчариалом. Рик и Морти стал культовым мульчариалом благодаря нескольким феноменам, сделавшим его особенным, об этих феноменах рассказывает РБК Украина, проект Эстейлер, со ссылкой на анализ от Google Media в Instagram. Дэн Гармон как шоураннер. На момент создания, Рика и Морти, шоураннер и сценарист Дэн Гармон уже успел заработать славу талантливого автора благодаря своей работе над шоу «Сообщество», собственно, в ранних сезонах «Сообщество» уже можно увидеть стиль Гармона, это бесконечные цитаты поп-культуры, разнообразные омажи и пародии на культовые фильмы, едкий юмор и даже заигрывание с параллельными вселенными. Все это в полной мере перекатывает в анимационное шоу или даже усилится, а Гармон снова докажет, что он незаурядный знаток поп-культуры, фундамент сериала. Если рядового зрителя, Рика и Морти, спросить, каков фундамент этого шоу, то, вероятнее всего, он ответит, что это параллельное измерение. И это, конечно, будет правдой, но только наполовину. И вот второй половиной фундамента, Рика и Морти, является классическим семейным ситком. Да, закадрового смеха здесь нет, но динамика классических ситкомов является неотъемлемой составляющей шоу. Семья Смитов является константой, с определенными условностями, для хаотического и бесконечного мира, Рика и Морти, а сам сериал не стесняется играть разнообразные тропы из классических ситкомов. Предвестник эры мультивселенных. Хотя идея параллельных измерений и мультивселенной не является новой, ее даже ученые исследуют, Дэн Гармон действительно задал тренд на мультивселенной, хотя из конкурентов его идею мало кто понял. Ибо, если все возможно и все уже было где-то в параллельном мире, то существование как таковое не имеет никакого смысла. И в мультриале это не раз просвечивалось. Год, будучи всеведущим гением, является одновременно по-настоящему несчастным человеком и по-настоящему свободным. Экзистенциальный ужас от понимания мультивселенной наделяет его необъятной тоской, но, что парадоксально, делает тотально свободным. К сожалению, в современной поп-культуре мультивселенные стали означать, что героям меняют цвет костюма, мишапы и ремиксы. Год и Морти, сам по себе является фундаментальным мишапом семейного ситкома и научной фантастики, но, конечно, еще лучше это проявляется на уровне сюжетов серии, Гармон и сценарная команда не стесняются совмещать несочетаемые. Так появляются серии, где Саммер переживает «крепкого орешка», в то время как Рик пытается собрать сознание Морти вместе в компьютерной игре, или эпизод, где Рик охотится на огромных ботов, состоящих в одном мегаботе, который смешанный с классической криминальной драмой а-ля «Славные ребята». И в этом шоу это нерегулярный прием, это технология, энциклопедия поп-культуры. Сериал Дэна Гармона не был бы сериалом Дэна Гармона, если бы не использовал нескончаемое цитирование поп-культуры. Сложно даже перечислить, какое количество разнообразных фильмов, сериалов, литературных произведений или даже видеоигр вспоминали в этом шоу. В то же время, Год и Морти обыгрывает сюжеты известных произведений очень по-разному. В каких-то сериях можно увидеть откровенную насмешку, в каких-то «смешную цитату», в каких-то «откровенную пародию». В этом смысле шоу лучше раскрывается именно для тех зрителей, которые осведомлены в поп-культуре, но и для всех остальных оно все еще является смешным и сообразительным. Исследование травмы. Сколько шесть год не пытался доказать, что он сверхчеловек и может фактически что угодно, одна вещь ему все же не подвластна, а именно – переживание травмы. Эта часть шоу действительно довольно похожа по настроению на «Коня Баджека», где главный герой также перманентно занимается самоуничтожением, Рик и Морти, все же балансирует между откровенным безумием и психологическими травмами, но именно травмированность Рика является одной из магистральных тем сериала, а возможно и его главной интригой. И именно этот аспект шоу позволяет зрителю гораздо лучше резонировать с главным героем сериала. Безумие и абсурд. Абсурдные и безумные шоу были и до «Рика и Морти», вспомнить хотя бы «Южный парк» или «Гриффинов», но «Рик и Морти», благодаря своему сеттингу с параллельными измерениями может использовать и абсурд, и безумие как нечто абсолютно обыденное. Хотите замер, где телефоны заказывают пиццу? Пожалуйста, нравятся истории а-ля «Терминатор». Ловите такую же, но со змеями. Хочется чего мозговой? Вот вам история о поезде историй. Сеттинг «Рика и Морти» действительно дает возможность рассказывать привычные истории на новый лад, что по-настоящему дает его авторам свободу, ранее мы рассказывали о том, в чем главный феномен киноленты – бедные создания. Также читайте наш материал о самых ожидаемых кинопремьерах февраля 2024 года.